Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава послания к Галатам, последняя, библейский портал экзегет. И в пятой главе совершенно великолепным образом Павел дает краткое резюме закона. Он говорит, закон во всем предыдущем послании, закон не спасает человека, но не путайте отсутствие вот этой веры в закон со вседозволенностью. Есть рамки, есть границы, есть принципы. И перечисляют, что это. Вот дела плоти, разврат, вражда, расколы, зависть. Вот дела духа, любовь, радость, мир, терпение. И, соответственно, если вы живете по духу, вы сами это увидите. Плоды очевидны. Ну, а если не получается, в шестой главе он разбирает такую ситуацию. Братья, если впадет человек в какое-нибудь искушение, то вы, будучи духовными, да, вы же духовные люди, у вас это есть, потому что если вы не духовные, если вы живете по законам плоти, то говорить не о чем. Будучи духовными, исправьте его в духе кротости, но осмотрительно, чтобы самим не согрешить. Тоже принцип. Исправьте его в духе кротости, значит, пройти мимо преступления нельзя. А в духе кротости, значит, при этом не говорить, ах ты, гад сволочь, мерзавец, мы-то праведники, а ты какой. Но нужно снизойти к нему, но осмотрительно, чтобы самим в это не впасть, потому что очень легко, жалея грешника, гладя его по головке, но присоединиться к нему в его грехе. И дальше великолепный принцип, который часто цитируют, но очень редко исполняют. «Носите тяготы друг друга, и так исполните Христов закон». Он впервые упоминает это выражение «Христов закон». То есть вот закон материальный, Моисеев, Ветхозаветный закон не имеет власти над христианами. Что же значит? Христос – это беззаконие, вседозволенность, право сильного? Нет. У Христа свой закон, но это закон любви, который не имеет конкретных правил. Он вот его только что изложил в конце пятой главы. Любовь, радость, мир, терпение – это то, к чему стремится человек, живущий во Христе, а конкретику он каждый раз находит сам. И здесь он говорит, вот вы не знаете, как быть в сложных случаях. Носите тяготы друг друга. То есть у каждого человека есть свой груз, свое бремя. Они разные. У каждого человека свои какие-то проблемы, наклонности, обстоятельства и так далее. Жизнь – сложная, тяжелая, часто штука. Помогайте друг другу. Вот возьми у другого его груз и понеси на себе. Какую бы у него ни был, у тебя другой. А он, может быть, у тебя возьмет. Вот так вы исполните закон. А не сидите и разбирайте, вот это можно есть, вот это нельзя, вот тут у нас так, а вот тут у нас эдак, а вот здесь написано так, а тут мы еще по-другому толкуем. Вот это вот подход, который Павел отрицает. А найди, чем помочь твоему брату нести его груз. И помоги. Если кто много о себе думает, не будучи никем, он лишь обманывает сам себя. Это уже проще понять. Пусть каждый проверяет, что делает сам. И тогда похвалу он получит сам по себе, а не в сравнении с другим. Каждый понесет собственную ношу. Вот то, что у людей вечная проблема, да? Я-то, что вот он. Или как я выгляжу на фоне остальных. Да никак. Смотри сам по себе, что ты делаешь. И если делаешь хорошо, ты получишь похвалу за то, что ты делаешь. А не за то, что другие сделали хуже. И опять-таки у каждого свое. Вот Павел очень хорошо выдерживает этот принцип, постоянно о нем говорит, что все люди разные. Мы так часто это говорим, что уже, кажется, забыли о смысле этих слов. Все люди разные, у всех разные способности. Возможности, склонности и сравнивать бессмысленно. Кто-то поет хорошо, а кто-то плавает быстро. И кто из них лучше? А кто получает наставление, пусть делится добром с тем, кто его наставляет. То есть при этом, да, конечно, есть учителя, есть ученики, и ученик должен поддерживать учителя материально, да? Потому что отблагодарить надо. У того есть знание, опыт и готовность делиться этим всем, а у тебя есть какое-то количество, там, не знаю, хлеба, денег, чего-то еще. Каждый поделится тем, чем может. Не обманывайтесь. Бога не приведешь, что посеет человек, то и пожнет. Кто бросает для себя плотские семена, пожнет от плоти, урожает ление. Кто бросает духовные семена, пожнет от духа жизнь вечную. Ну, то есть человек в своей жизни, он что-то сеет, он вкладывается. Мы сегодня, скорее, финансово берем такой образ, вкладывается, вклад делают в банки, а тогда это, скорее, был сельскохозяйственный образ, семя, которое бросаешь в землю, а потом урожай вырастает. Ну, что бросил, то и получишь. А тосинки не родятся апельсинки. При любой возможности будем обходиться по-хорошему со всеми, а прежде всего со своими единоверцами. Тоже прекрасный принцип. Вот у Павла бывают формулировки идеальные. Вот не скажешь ни короче, ни длиннее. При любой возможности бывает, что нет возможности. Будем обходиться по-хорошему со всеми. Мы не будем говорить, мы христиане, а это какие-то мерзавцы. Ко всем по-хорошему, но прежде всего с единоверцами. То есть не то, что с единоверцами хорошо, а с ними плохо. Не то, что вообще со всеми одинаково. Вот абсолютный такой железный принцип христианской этики. По-хорошему со всеми, а прежде всего с единоверцами, но, естественно, при возможности. Не всегда она есть. Дальше маленькая приписка. Павел, у него же со зрением проблема, как он явно писал Галатом в предыдущей главе. Видите крупные буквы? Это пишу я собственной рукой. Вероятно, все предыдущее писал под его диктовкой некий его секретарь. Может быть, там Тит или Варнава, о которых он говорил все время. Может, тут еще. Видите крупные буквы? Это я пишу собственной рукой. Те, кто заботятся лишь о благоприятной плотской внешности, принуждают вас к обрезанию. Они это делают, чтобы избежать гонений за крест Христов. Сами они, хотя обрезаны, не соблюдают законы, но вас принуждают к обрезанию, чтобы похвалиться вашей плотью. Это краткое резюме той полемики, которую он подробно в предыдущих главах уже вел. То есть, они, будучи иудеями, отказались от соблюдения всех норм закона, налагают на вас некоторые из этих норм, и это абсолютно бессмысленно. Они это делают, чтобы не ссориться с иудеями, чтобы не возникало у них никаких проблем. Это зря. «А мне, — пишет Павел своей рукой, — так нечем будет похвалиться, разве что Христом Господа нашего Иисуса Христа. На нем распят для меня мир, а я для мира». То есть, мучительная смерть, которой я умираю для мира, а мир умирает для меня, потому что Христос уже умер. И во Христе ни обрезание, ни его отсутствие ничего не значит, а только новое творение. И кто поступает по этому правилу? На тех, как на Израиль Божий нисходит мир и милость. «Израиль Божий», то есть это новый Израиль, который определяется не происхождением, не паспортом, а сутью. Паспортов не было, конечно, это шутка. И вот, когда человек вступает в этот новый Израиль, то он принимает те обещания, которые были даны еще Аврааму. «И пусть впредь никто не доставляет мне лишних трудов. Знаки Иисуса я ношу на собственном теле». Вероятно, следы побоев, которым он неоднократно подвергался, вот эти шрамы, и есть его знаки. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья». Аминь. Вот его заключительные слова, заключительное приветствие. А так завершается самое полемичное послание в Новом Завете. Послание Павла Галатом. Продолжение следует...